Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 21 главу. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Леонска, и тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу, привязанную молодого осла, с нею отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». Все же себе было дозбудится речено через пророка, который говорит, «Скажите через Сионово себе, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. И, как сказано в 7 стихе, привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. То есть мы видим, что такая история, которая здесь говорится, что Иисус говорит своим ученикам, и ученики делают это без промедления и по послушанию Господу, по его промыслу, по его видению, тому, куда они пойдут, у кого они спросят. Наверняка это были не случайные люди, те люди, которые были готовы к тому, чтобы с радостью отдать то, что нужно Господу. Недаром здесь цитируется евангелистом Матфеем пророк Захария, «Скажите через Ионовый, все царь твой грядет к тебе, и пророк Исаия об этом пишет в 62 главе, на ослице и ослице сыне подъеремной». То есть наверняка к тем людям, к которым они подошли, им были известны все эти пророчества, и они, в отличие от, как мы увидим, книжников и видели уже и фарисеев, которые искали только корысти в религиозной жизни, эти люди, к которым они подошли, видно из этого текста, он ничего не объясняет, что эти люди ждали первого пришествия Христова. И далее мы читаем, что они приводят ему ослицу и осленка, «Постилают одежды», и 8 стих «Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же предшествующий, сопровождавший, восклицал «Осана сына Давидова, благословен грядущий во имя Господня, Осана вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили «Кто сей?» Народ же говорил «Се есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского, и вошел Иисус, храм Божий, выгнал всех продающих, покупающих в храме». Видим, что это событие, которое нам известно в церкви, вход Господень в Иерусалим. Видим, что Христос входит в Иерусалим на молодом осленке, необъезженном, на таком осленке, на котором никто ранее не садился, и он не был использован ни для какого труда. Люди его приветствуют, кричат «Оссана», что означает «Спаси нас!» «Оссана вышних» означает «Спаси нас!» «Господи, благословен грядущий во имя Господне», приветствуют его как царя. Почему Христос въезжает на осленке, а не на коне? На церкви святитель Иоанн Златоуст, блаженный Иероним Стридонский, пишут об этом следующее, что на коне въезжал только человек-завоеватель или покоритель народов, а на осленке и на осле въезжал человек, как на мирном животном, тот, который приносил народу мир. Тот мир, о котором Христос и сам говорит «Мир даю вам», не так, как дает этот мир, здесь это выражено в самом его действии. Он входит в Иерусалим на этом мирном животном. Также этим людям было известно такое шествие. Например, в книге Маковейской пишется о том, как народ израильский был некогда порабощен. И Антиох Епифан, когда в 164 году, по Рождеству, до Рождества Христова, в общем-то завоевал город, и в 164 году, в 169 завоевал, в 164 было освобождение, Антиох Епифан умер. Но там такие творились бесчинства, когда храм Иерусалимский был разрушен. До того, как его разрушить, там приносились жертвы на алтаре свиней, причем приносили во святая святых почитание олимпийскому Зевсу. И когда было освобождение, то Иуда Маковей входил, об этом описывается в книге Маковейской, тоже входил и въезжал на осленки как победитель, как царь, как ему воздавались все почести, как освободитель, как спаситель. Поэтому для нашего такого зрения и слуха, это как-то необычно на осленки, зачем въезжают, что происходит. Но для людей того времени здесь необходимо погрузиться, как бы в то время, что было тогда. Им были эти образы все известны, и они понимали, что это за образ, кто это въезжает, поэтому постилали одежды свои, махали ветвями. Соломон некогда, как описывается в книге царств, въезжал тоже как победитель, тоже на осленки. Сам этот образ въезда на осленки в град уже говорил о том, что въезжает победитель, и въезжает царь с миром и добром, скажем так, и тот, который спас. Мы видим далее уже, зачитали и тронули немного стих о том, что когда вошел в Иерусалим, то люди спрашивали, кто это, одни говорили, пророк из Назарета, вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столами на щеков из скамьи продающих голубей и говорил им, написано, дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали ее вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые храмы, и он исцелил их. Видели же это первосвященники и книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, которые восклицали в храме, говорящих о Санасе и Давидову, возгнивать вас, негодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус говорит им, да, разве не читали вы из уст младенцев, говорю, на детей ты устроил хвалу. И оставив их, пошел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Христос входит и в храм, в котором он видит, что творится, в общем-то, мерзость запустения. И храм тогда делился на несколько частей. Сам, в общем-то, святая святых и святая, они были маленькие по размерам. Туда входил первосвященник только один раз в году, вы святая святых. А в сам храм священники в небольшом количестве. Самым же большим объемом был так называемый, скажем, притвор. То есть туда, куда могли входить язычники, приходящие в Иерусалим. Они, как и язычники, тоже надеялись на разных богов и приносили определенные жертвы. Но в Иерусалимском храме можно было купить для жертвоприношения жертвенного животного только в определенной карминтируемой валюте того времени. То есть нельзя было заплатить какими попало деньгами. Ценились только серебряная монета или та, которая монета ходила внутри храма из тивериадского серебра. Она не должна быть отколота, она должна быть чистой, хорошей. Даже если она нужная, та, которую можно было расплатиться, то она должна быть еще на вид достойной, пристойной, чистой. Поэтому в этом храме для язычников стояло множество таких будок, скажем, которые делали, если проще даже сказать, современным языком, такие пункты обмена валюты. То есть они превратили Дом Божий в пункт обмена валюты. То есть нельзя сказать, что все люди, конечно, там, которые торговали, были нечестными и нечистыми и искали только своей корысти. Но в большей мере такая торговля, она вводила людей в некий азарт. То есть вот этот бизнес, вот это сребролюбие. Недаром у апостола Павла говорятся такие слова, что корень всех зол, корень всех зол. Некоторые думают гордость. Нет. Апостол Павел говорит, корень всех зол сребролюбие. Ученик Христа, Иуда, ходил со Христом. Он был вместе с ним. Он был из числа избранных. Апостол, первоверховный. И пал, не устояв перед сребролюбием. Поэтому апостол Павел предупреждает. И здесь Христос, что корень всех зол сребролюбие. И здесь Христос входит в храм, и он опрокидывает все эти столы. К нему подходят книжники, исцеляют хромых больных. К нему подходят книжники и фарисеи. И опять как бы спрашивают у него, какой властью ты это делаешь. Но этот вопрос звучит не совсем корректно. Потому как Христос входит, уже сам образ его вхождения как победителя говорит о том, что он пришел очистить храм Божий. Помните, как Иуда Маковейский после того, как был осквернен Иерусалимский храм, он вошел как победитель, как очиститель, когда восстановилось снова очистительное служение в Иерусалимском храме. Он входит, и Христос, и этот образ для фарисеев понятен, поэтому они даже помалкивают, напрямую здесь вопрос не задают. Он как бы звучит косвенно, когда они говорят, почему дети тебя прославляют. Они не говорят у него, почему какой властью ты сейчас опрокидываешь эти столы. Они понимают, что что-то здесь не так, что очень уж похожие образы, те, которые были в Ветхом Завете. Образы Мессии. Но нежелание признавать заставляет их, как всегда, лукавить. И Христос им отвечает из Священного Писания, что не читали ли вы, не запрещайте, говорит детям приходить ко мне, не читали ли вы, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И оставив их, как мы прочитали, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутуже возвращаясь в город, взалкал, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница в тот час засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как этот час засохло, Иисус сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, и не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся, и скажете, поднимись и вернись в море, будет. То есть, мы видим, что все эти события продолжаются, их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Сначала Христос входит в Иерусалим, он опрокидывает и очищает храм, опрокидывает скамейки и все эти торговые ряды с этими обменниками. Дальше он отвечает фарисеям на вопрос, не препятствуйте детям приходить ко мне, и здесь он ученикам и всегда, не только, хотя здесь говорится, ученики, но фарисеи всегда издалека сопровождали Христа. Они всегда искали, в чем его уловить. Наверняка, можно предположить, и есть свидетель Анзо Товост пишет, что они были и наблюдали за Христом. И когда они увидели эту смоковницу, что она засохла, для них это была притча наглядная. Есть притчи словесные, а есть притчи наглядные. Что это за дерево, за смоковница? Евангелист Марк, между прочим, пишет о том, что когда Христос подошел к этой смоковнице, что еще не было времени, чтобы она приносила плода. То есть еще время не пришло к плодоношению. Но это инжир. В общем-то, он имеет такую особенность. Его ствол достигает иногда метра в объеме, 5-6 метров, может быть, в высоту. Да, и дает хорошую тень. Часто в Палестине растет возле дома или возле колодца, где много действий вода. И у него есть такая особенность, что сначала появляются плоды, а потом листья. А плоды потом дозревают. И вот Христос подходит к этой смоковнице, и не найдя на ней плода, но видя листья, что она, в общем-то, говорит о том, что плоды, в общем-то, уже и должны быть, коли уже листья есть, потому как плод появляется сначала. Он говорит, что, как бы показывает, фрисеям, вы подобны этой смоковнице, вы слицемерили. А эта смоковница не дала никакого плода, но листья уже были. Поэтому вы, красивые, у вас есть пышные ваши храмовые жертвоприношения, у вас есть пышные эти кровопролития, вы приносите тельцов, овнов, для того, чтобы, и как бы здесь вспоминает, да, умилостивить Бога. Здесь вспоминается сразу же слова псалмопевца Давида. Сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит. «Не хочу», говорит, «жертвы, но милости, не милости, не жертвы, хочу, а милости». Поэтому они это видят, и они это понимают, понимают очень хорошо, что они, тот народ, который был призван к тому, чтобы принять Христа, не принес никакого плода веры, а замкнулись сами себе, замкнулись на своем обрядовом служении, забыли о людях, о простом народе, они стали думать только о своем личном благополучии и своем личном авторитете в народе. Весь смысл по этому фарисеев, чтобы ловить Христа, он в этом. Они заботились только о своем имидже. Что же Христос? Он, когда учеников это вызвало удивление, когда учеников это вызвало удивление, он говорит, «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореся и скажете, поднимись и вернись в море, будет». То есть по поводу веры, которая с горчичное зерно, которая может и горы переставлять, вот что по этому поводу пишет святитель Кирилл Иерусалимский в своих огласительных поучениях, цитата, «Слово вера одно по названию своему, впрочем, разделяется на два рода. В первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо, и она полезна для души, как говорит Господь, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Другой род веры есть тот, который даруется Христом по благодати 1 Коринфянам 12.8.9 Сказано, «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дар исцеления». Итак, это, даруемое духом святым по благодати вера, есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих. «Ибо кто имеет эту веру, скажет горе, перейди отсюда туда, и она перейдет». Евангелие от Матфея 17.20. Конец цитаты. То есть мы видим, что Кирилл Иерусалимский разделяет два понятия веры. Вера, которая соглашается с догматами и определениями, с евангельским благовестием, с текстами Священного Писания, с традицией церкви, и есть вера, которая дар, которая дается от Бога. Такая вера есть не у всех, но если такую веру, но она приобретается, с ней не рождаются, она приобретается человеком, приобретается только лишь одним способом и одним методом, который есть в церкви, покаяние и смирение. Другого пути нет. Если есть другие пути, они, говорит Христос, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И узок путь покаяния и смирения, и не всякий находит его. И узок путь, и не всякий находит его. Какой путь? Определение отцов, покаяния и смирения. Опытно проверенный путь, протоптанная дорожка. Поэтому приглашает идти Кирилл Иерусалимский и отцы церкви по протоптанной дорожке, а не лезть через бурелом. Но если кому-то хочется через бурелом, конечно, можно попробовать. Только дойдет ли до конца пути и весь в шишках, и весь поцарапанный, и знаем, что такое сквозь джунгли или заросли. Итак, мы видим, что Христос говорит именно о такой вере. И 22 стих все, что чего не попросит, в молитве с верою получит. И еще обращает внимание на веру и молитву. Святитель Леонид Златоуст пишет по этому поводу. Цитата. Мы не знаем, как следует пользы от молитвы. Мы не знаем, как следует пользы от молитвы. Потому что не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божьим. Конец цитаты. И еще. Во время молитвы мы можем удерживать внимание. Если будем понимать, с кем беседуем, с кем с большой буквы, если будем представлять, что приносим духовную жертву, тогда молитва состоится. Конец цитаты. Есть такое очень краткое выражение того же свидетеля Иоанн Златоуста. Он говорит, если в молитве мы сами себя не слышим, то как мы хотим, чтобы Бог услышал нас? В древнем Патерике преподобного Нила Синайского есть интересная такая краткая история. Там сказано, что одному безмолвствующему в пустыне, когда он прилежно молился, явились демоны. И в продолжении двух недель играли им как мечом, бросали его вверх и подхватывали на рогожу, однако они так и не смогли отвлечь его ум от пламенной молитвы. Бесы играли, как мячиком, но ум не смогли отвлечь, когда стоим мы на молитве, где наш ум только не парит. Еле-еле мы пытаемся его возвратить все-таки к строкам молитвы, как важно упражняться, а ведь сказано, что и горы сможете переставлять. Но здесь два условия. Вера, дарованная Богом, и молитва. И мы читаем далее. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники, старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь? Видите, вот здесь они спросили ранее, но теперь они все-таки не удержались от этого вопроса. Какой властью? Кто дал тебе такую власть? Кто ты? Победитель? Что ты? Иуда Маковейский. Что ты тут пришел очищать? Что ты тут делаешь? Какой властью? Они все-таки приходят. Вопрос с опозданием, но он звучит. Они не упускают своего шанса. Иисус сказал им в ответ, спрошу я вас об одном, если о том скажете мне, то я и вам скажу, какую властью это делаю? Крещение Иоанна откуда было, с небес или от человеков? Они рассуждали между собой, если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказал им в ответ Иисусу, и сказали в ответ Иисусу, не знаем, 27 стих, сказал им и он, и я вам не скажу, какую властью это делаю. Почему Христос не отвечает здесь на этот вопрос хорисеев? Потому что вопрос бессмысленный. Он знает их помышления. Мы и видим, что они шепчутся между собой, что сказать, что ответить. Но бессмысленные вопросы он не дает никакого ответа. Это пример для нас. По принципу, который нам дает апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Это и подсказка нам, что не на все бессмысленные вопросы надо давать ответ. Далее. Как вам кажется, говорит им притчу, и сказали они в ответ Иисус, не знаем. Он сказал, не знаю, и я вам не скажу. 28 стих. Как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, но не пошел. Который из них исполнил волю отца. Говорят ему, первый, Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мотори и блудницы вперед вас идут в старстве Божьем. Ну, это, конечно, для них очень оскорбительные слова. Мотори и блудницы идут вперед них, которые считают себя, в общем-то, великими религиозными деятелями. И вдруг такие слова в их адресе звучат. Здесь, конечно, можно только представить, какой гнев, какое распаление было у них, какое возмущение поднялась, какая волна негодования на Христа. Почему он приводит эту им притчу, он не говорит там напрямую, потому что он их обличает. Но обличает очень так, да, чтобы они сами ответили, кто они есть. Он и у них спрашивает о двух сыновьях. И как бы говорит вы как раз тот сын, который говорит только, что вот это надо делать, вот это надо делать, требуете тяжких трудов от других, а сами перстом не хотите пошевелить. Как говорится в другом месте. Книжники и фарисеи сели на седалище Моисеевым, других заставляют, а сами ничего не хотят и перстом пошевелить. Вот они и говорят, они уловляются этой притчей Христа. Он им указывает, что вы как раз тот человек, тот сын, который да, да, пойду, но сам волю Божию не исполняет. Как много, к сожалению, бывает и среди нас таких людей, которые только говорят о воле Божией, но сами даже и не пытаются и не делают попытки ее исполнить. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а матарии и блудницы поверили ему. Вы же, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем, точило, построил башню, отдав ее виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слух, слух к виноградарям своим, взять свои плоды. виноградаря, схватив слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слух, больше прежнего, и с ними поступили так же. Акнец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградарю, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды. Во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергл строительство, тот самый, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах ваших. Он снова им приводит притчу. Только сейчас привел одну притчу о человеке, который только говорит, но ничего не делает. И поставил человека, который в покаянии своем ничего не делал, но в покаянии своем пришел потом к Господу. ничего не знал за собой доброго. Это образ как раз матаря и фарисея. И здесь он приводит им другую притчу, говорит о пророках. Посылал к вам. Он как бы им рассказывает историю всего народа израильского. что виноградник это Израиль. Это прообраз церкви. Новозаветный теперь уже. А тогда прообраз Израиля. Вот посылает им пророков, посылает еще пророков. И теперь, говорит, посылает, указывает, что на мессию, на себя, что, говорит, пошлю сына, может, его устыдятся. Нет. Что делают? Одного прибили, другого убили, третьего побили камнями, а сына, говорит, давай убьем и завладеем наследством его. Не понимает, что делают. И Христос им указывает уже теперь на другое пророчество. Указывает на книгу Псалтирь, 117-й Псалом. Как и сказано в 117-м Псалме, можно открыть, кстати, и прочитать. У нас всегда тут книга Ветхого Завета отдельно лежит под рукой. 117-й Псалом. Пожалуйста. Именно оттуда. Камень, да, вот. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. 117-й Псалом, 22-й, 23-й стих. Это от Господа и дивный есть в очах ваших. То есть, он приводит им тексты, ну, если так можно сказать простым языком, до боли знакомой. И указывает на себя, как на Мессии. Но они опять, имея глаза и не видят, имея уши и не слышат. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие». Видите, он говорит, что все, в общем-то, было предназначено для вас. «И дано будет народу, приносящему плоды его». вспомним смоковницу. Она считала, что не время еще. Она была бесплодная. Даже и к Христос подошел, она считала, ну, наверное, не время. Он как бы говорит это о народе, что народ пришел к своим и своего не приняли. Почему не было плодов добродетели? Была только болтовня, сплошная болтовня о религии, о законах, действия, какие-то жертвы, но не было любви, настоящей к Богу и любви к ближнему. Заботы только о себе. «И тот, кто...» Далее Христос продолжает. «И тот, кто упадет на этот камень и разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, и расвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит наконец-то. Поняли, что он говорит о них. Они даже не могли себе представить такой дерзости, потому что все их боялись. Все боялись против этого ветхозаветного священного началья сказать хоть слово «против». Такие они были напыщены. То, что против, даже если был кто-то и прав, и что-то мудрое подсказывал «против», я тебе покажу «против кого». Да, как говорят современные, ты хвост свой поднимаешь. И старались схватить его, когда уже поняли. Конечно, расправа. Но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот такая 21 глава, наполненная событиями. Въезд Христа в Иерусалим. Христос выгоняет продающих из храма. Ибо дом молитвы, говорит, наречется, вы сделали вертепом разбойников. Далее мы видим преследование фарисеев, потому как Христос обличает и смоковницы бесплодные, указывая то, что по плодам их узнаете, коль нет плодов или какие, если плоды гнилые. И далее мы видим, что Иисус говорит о себе притчу о виноградарях, о неверном сыне, который говорит, но не делает и говорит о себе как о камне. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Мы видим, что фарисеи услышали, они поняли, что это говорится о них, но никаких действий к тому, чтобы прийти к покаянию они не прилагают. Когда мы услышим обличение в свой адрес, не будем вести себя как фарисеи. Будем вчитываться в строки божественного откровения и стараться в своей жизни с помощью Божьей, исправлять ее, дабы нам не уподобиться тем виноградарям, тем тому сыну, который говорит, но не делает, но все свое упование возлагать на Христа и строить свою веру на твердом исповедании Христа, как на камне, который отвергли строители, но для нас он пусть будет главой угла. Субтитры Продолжение следует...